Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом премии президента Российской Федерации. Территория знаний открывает новые горизонты. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Максим Артынов. Министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков поздравил научное и исследовательское сообщество с Днем науки. В поздравлении он отметил, что проводимые в России фундаментальные исследования и передовые разработки являются уникальными. Для развития науки в России усиливаются меры поддержки по всем направлениям. По его словам, ключевую роль в достижении научных высот играют конкретные ученые и исследовательские коллективы. Наука – мощнейший двигатель прогресса, источник ценностей, и она по самой своей природе интернациональна. Научный азарт не имеет границ. Рад, что российская наука, несмотря на политические попытки изоляции, ярко видна на международном ландшафте. Мы только укрепились за прошедший год новыми научными партнерами. Прагматичное участие России в международных масштабных проектах и программах нами, конечно, поддерживается. Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Об особенностях проекта и его реализации – далее в сюжете. Хочу выразить слова благодарности тех, о ком вы сейчас только что вспоминали, и не только еще раз вашим наставникам, учителям, но и членам президентского совета, потому что они поработали действительно как следует. Это была тщательная, большая работа. Они в ряду других открытий и достижений выбрали именно наиболее достойные, ваши и вас лично. Но у меня к вам большая просьба, был бы вам благодарен, если бы вы уделили несколько минут внимания для того, чтобы рассказать об этом поподробнее. 8 февраля Владимир Путин лично вручил премию президента России в области науки и инноваций нескольким ученым, среди которых был доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Ирик Мухаммадзинов. Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию, за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти. Конечно, без возможностей, предоставленных мне со стороны Казанского федерального университета, такой результат был бы невозможен. Проект посвящен разработке катализаторов «Акватермолиза» для повышения нефтеотдачи пластов. Премия в размере 5 миллионов рублей вручается ежегодно четырем ученым. При добавке этих катализаторов нефть начинает течь, то есть ее можно добывать, уже качать на поверхность, и при этом качество нефти уже возрастает. Экономический эффект очевиден, то есть при добыче нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается светлыми легкими компонентами, становится меньше вредных компонентов, это серые, тяжелые радиоактивные металлы. Ее не нужно дополнительно подготавливать для заказчика в трубопроводную систему. И, соответственно, этим можно добиться еще до 30% экономии себестоимости отбываемого сырья. А сами катализаторы уже себестоимость сырья составляет менее 1%. Это нефтепереработка под землей. Это вот лет 8 назад, когда мы это начинали делать, мы говорили, что надо под землю заказчить катализаторы, пар, и дальше начнется нефтепереработка под землей. Народ смеялся, говорили, что все это фантастика. Но вот прошло после этого буквально 4 года, и вот мы первые провели эксперимент от нефти такой, да, в нашу шерстинскую месторождение. Вот мы закачали первую парту катализатора. Ну, эффект был, в это время, может, не очень хороший еще, но потом вот через 2 года мы еще, еще, и сегодня уже вот 5 таких вот случаев использования катализаторов для облагораживания нефти под землей. Мы создали такую технологию, которая позволяет сегодня очень хорошо добывать эффективно вот эту вот сверхвязкую нефть, которую раньше никто и не знал, как добывать толком, да. Ученый разработал способ, который облегчает добычу тяжелой сверхвязкой нефти. Благодаря разработанным катализаторам акватермолиза нефть извлекать становится проще. Эта технология снижает затраты не только на добычу и транспортировку нефти, но и дальнейшую переработку. Как отметил Ирик Мухаммаддинов, на данный момент проект находится на стадии лабораторных исследований. Однако в скором времени ученые планируют проводить промысловые испытания и производить продукцию. Это опять же комбинация, комбинирование уже с нашими разработками именно, с каталитическими комплексами. Я надеюсь, после этой уже большой пиар-акции, после объявления лауреатов премии, к нам уже потянутся другие нефтяные компании. Не только Татнефть, зарубежный Афтиритек, но и Роснефть. И другие компании, которые зарабатывают месторождение вязких нефтей. Напомним, что премия была учреждена указом президента Российской Федерации в июле 2008 года для поддержки молодых специалистов и активизации их участия в инновационной деятельности. Награда считается высшим признанием заслуг молодых ученых перед обществом и государством. Амир Ахтямов, Тагмина Мадатова, Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие «Территория знаний», где у института вуза появилась возможность рассказать о своей кружковой деятельности. Подробнее о мастер-классах, интерактивных площадках расскажет моя коллега Аделина Абдарахманова. Добрый день, уважаемые студенты, коллеги, преподаватели. Разрешите вас поздравить с Днем Российской Науки. Мы сегодня обошли все наши кружки, посмотрели, чем занимаются наши ребята. Действительно поражает ширина, объем. Поэтому очень здорово, что вы занимаетесь в кружках наукой, занимаетесь развитием науки. И я считаю, нужно дерзать, нужно продолжать, нужно развивать и делать великим наш Казанский федеральный университет. Интерактивные площадки, мастер-классы и лекции от профессоров – все это проходит в стенах Казанского федерального университета в рамках фестиваля наук «Территория знаний». Мероприятие приурочено ко Дню Российской Науки. Культурно-спортивный комплекс Казанского федерального университета «Уникс». Именно здесь состоялся фестиваль науки, который направлен на развитие и презентацию деятельности студенческих научных кружков. Позвольте прежде всего поздравить вас с замечательным праздником, который мы отмечаем в последние годы – это День Российской Науки. Мероприятие было поделено на несколько зон. Интерактивные площадки институтов, лекции от профессоров Казанского федерального университета, кинопоказ, а также торжественное мероприятие. Интерактивные столы институтов расположились на трех этажах концертного корпуса «Уникс». На четвертом расположились Институт дизайна и пространственных искусств, Институт фундаментальной медицинной биологии, а также Институт физики. Крайне необходимые мероприятия, потому что видят и внешние наши гости, что происходит в Казанском федеральном университете. Зачастую даже большие организации не знают, что в Казанском университете мы можем делать и то, и другое, и третье. Это одна из тех площадок, где мы можем донести до всех, что в Казанском университете наука существует и существует абсолютно в различных направлениях, и мы можем достигать высоких результатов. Далее на третьем этаже разместился Институт международных отношений со своими площадками. Полимерия с созданием газеты на русском языке, стол с сохранением ценных документов и изделий, а также кружок с изучением текстов на старо-татарском и тюркском языках. А вот юридический факультет предоставил площадки под таким направлением. По основным направлениям нашего факультета, юридического факультета, представили четыре кружка научных. Это конституционного права, уголовного процесса, криминологии и предпринимательского права. То есть вот поэтому здесь они покажут всю свою деятельность, чем занимаются. Но маленький отрезок, потому что работа большая проводится. Институт филологии и межкультурной коммуникации представил площадку, направленную на речевую реабилитацию. Институт вычислительной математики представил робота в своей разработке. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций на своей площадке разместили три разнонаправленных кружка с играми и изучением религий. Институт психологии также представил несколько площадок своих направлений. Мы представляем большую площадку института психологии и образования, состоящую из шести блоков, где мы представляем различные направления нашего института. Это педагогика, психология и логопедия. Мы показываем наглядные работы с детьми, поэтому привели их сюда, чтобы показать, как мы с ними работаем, как мы с ними дружим и что мы предлагаем современному педагогическому и психологическому сообществу в работе с юными нашими детьми. Проведение такого рода фестивалей помогает студентам других институтов не только познакомиться с новыми людьми, но и узнать работу своих коллег. Отметим, что на фестивале помимо студентов присутствовали казанские школьники. Очень нравится здесь, здесь очень здорово. Я решила посетить, потому что мне интересно развиваться в сфере IT, а это очень помогает, очень интересно знать что-то новое и понять, как это все работает. Кроме интерактивных площадок с 12 часов стартовали лекции. Роман Баканов рассказал о том, как не потеряться в информации современных медиа и каким образом можно сформулировать критическое мышление. А вот Игорь Кох читал лекцию о финансовых инструментах для частных инвесторов. В соседней аудитории Анна Гедмидова рассказывала о том, как сохранить красоту и вечно оставаться молодым. Также давала лекцию Лариса Кириллова, которая в игровом формате обучала студентов правильно составлять трудовые договоры без ошибок. Потому что подобные мероприятия позволяют увидеть научную деятельность в таком, знаете, интересном формате. Потому что те знания, которые мы получаем в рамках занятий, они бывают формализованные, возможно скучные, возможно некоторые не видят себя в науке в дальнейшем. А подобные форматы позволяют увидеть иную сторону, позволяют увидеть, что наука на самом деле это интересно, это полезно, это престижно и это привлекательно. В шахматном клубе прошел показ фильма при поддержке фестиваля актуального научного кино «Фанк». Там школьники лицея Лобачевского узнали 16 способов изменить мир. Казанский федеральный университет уже не первый год проводит подобного рода фестивали, которые показывают своим гостям, что наука бывает интересной и полезной. Отметим, что в рамках территории знаний 9 февраля в 14.00 в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоится встреча астронома, одного из главных популяризаторов науки России Владимира Сурдина, со студентами и преподавателями Казанского федерального университета. Аделина Амдрахманова, Алина Красильникова, Эмилия Адельшинас, Фальямин Хаирова, Александр Кузнецов, Ариза Хитоглы, Универ Ньюс. Делегация Национального исследовательского университета Высшей школы экономики во главе с проректором по международной деятельности Викторией Пановой посетила Казанский федеральный университет. Гостям были представлены перспективные направления развития международной деятельности КФО в 2023 году. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok